Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, коллеги, семья нашего общества Луки. Сегодня мы все с большим недоумением наблюдаем за событиями, связанными с пандемией в этом мире. Десятки тысяч смертельных случаев, беспомощные системы здравоохранения, даже очень хорошие организованные системы здравоохранения, озабоченные политики, запреты и разного рода ограничения для всех нас, которые коренным образом тянули нашу цель. И все это из-за невидимого какого-то маленького века. И несмотря на то, что мы считаем, что живем в 21 веке, где все возможно, вся наша наука, накопленная столетиями знаний нашей, не в состоянии противодействовать этому. Размышляя над этим, хорошо сейчас всем нам немного оглянуться. Несколько дней назад никто еще не мог бы предсказать эти огромные изменения, которые сегодня уже в реальности существуют в нашей жизни. Также должны определить, что за последние десятилетия, особенно так называемый западный мир, Европа, все меньше и меньше считался с Богом, с Его присутствием в этом мире. Отношение к христианству деградировано, стало отношением просто к одному из многих религий. Отношение к Богу, правящему Богу по нашей христианской вере, стало тоже очень относительно. Один из многих богов считают так называемые современные люди. У него нет никакого влияния на события, которые происходят в этом мире. Все больше и больше уверяли всех нас, что с то временное общество, наше общество, решает все свои проблемы. Может решать все свои проблемы. И решают их эти общества по-научному, без всякой поступки. Более того, за последнее время в мире наблюдается растущая ненависть. В моей семье в эти дни мы читаем Евангелию от Луки. И как раз проходим события, которые случились во время Первой Пасхи, Воскресенье Христа. Прочитаю небольшой отрывок из главы 24. Они приблизились к селению, которые шли, и он сделал вид, что идет дальше. И они стали удерживать его и говорили, «Останься с нами, потому что приближается вечер и день уже на исходе». И он вошел, чтобы остаться с ним. И когда он возлег с ним за трапезу, он взял хлеб, благословил его и, преломив, дал, стал подавать ею. И у них открылись глаза, и они узнали. Это отрывок из известной всем нам истории о двух учениках, которые после распятия Христа следовали из Иерусалима для Малцы. Об учениках, которые не узнали Господа, не узнали Его после Воскресенья. Прошли с ним больше десяти километров, разговаривали о событиях, которые произошли в Иерусалиме, но не узнали Его. В этой короткой, зачитанной мной части истории обращают все-таки на себя внимание две важные такие моменты. Иисус взял хлеб, благословил, преломив, стал подавать. Очень уж необычное поведение гостей. Сам берет хлеб, благословляет и подает. Это обычно всегда является привилегией хозяина, хозяина дома. И мы видим, что эти ученики принимают его за хозяина, как бы признают его право благословить хлеб, преломить. И как раз после этого момента, преломи все их узнали от Воскресшего Господа. Он сам присутствовал среди них. Именно и сегодня, таким образом, может Иисус войти в нашу. Также, таким образом, Он может войти в нашу семью, в общество. Все, кто Его признают, хоть они действительно узнают. Все, кто подчиняет свою жизнь Ему, познают Ему, единого, действующего и любящего Бога. И хорошо себе задать вопрос, где место Иисуса? «Во главе нашего стола, моего стола или за моей дверью?» Прислушиваемся к Его словам, принимаем ли Его советы? Превалируют ли Его законы без ограничений моих во всех сферах моей жизни? В моих решениях, в моих проблем, в моих делах? Или, может быть, прибегаю к нему за помощью только, если где-то я застрял? Как раз сегодня являются актуальными, являются все эти вопросы актуальными. Но самое главное для нас, для меня, для всех нас, для себя уточнить, где находится Иисус в моей жизни, где Его место. Очень важно нам всем еще раз осознать следующее. Только если мы пригласим Его в наш дом, отдадим Ему основное место за нашим жизненным столом, положим в Его руки все наши проблемы, а этих проблем сейчас стало намного больше. Только тогда мы ощутим настоящую радость этого воскресенья. Христос воскрес, Он жив, Он руководит миром, и сегодня Он руководит миром, Он решает все. Буквально все вопросы моей жизни, моей миссии, моего служения, моей семьи. Благословение и миром, мир от воскресшего нашего Господа. Помним и радуем.